Перед нами стоит кювета с водой, в которой отражается свет электрической лампочки накаливания. Яркое отражение мешает увидеть, что лежит на дне кюветы. Но посмотрим на эту же картину через поляризационный фильтр. Если повернуть его под правильным углом, отраженный свет лампы гаснет и становятся видными предметы, лежащие на дне. Дело в том, что свет, отраженный под углом к поверхности воды, является полностью поляризованным, и поэтому его можно отсечь с помощью поляризатора. Разберемся, почему так получается. Пусть свет падает на гладкую поверхность прозрачного материала под таким углом α, что отраженные и преломленные лучи образуют между собой прямой угол. Если падающий свет поляризован в вертикальной плоскости, преломленный луч поляризован тоже в вертикальной плоскости. Электроны в среде колеблются поперек направления преломленного луча и тем самым вдоль направления отраженного луча. Поэтому переизлучение отраженного света оказывается полностью подавленным. Угол падения, при котором происходит это подавление, называется углом брюстера. Для воды он равен 53 градусам. Световые лучи, отраженные под углом брюстера, полностью поляризованы параллельно отражающей поверхности, и их можно отсечь поляризационным фильтром. Теперь нам понятно, зачем в магазинах для рыбаков продают поляризационные очки. Они ослабляют блики и позволяют рыбакам видеть, что происходит под водой. Водитель тоже может ослабить с помощью таких очков блики на стекле автомобиля. Поляризационными фильтрами пользуются фотографы, чтобы устранить блики от воды и других отражающих поверхностей. Но это еще не все. Поляризационные фильтры в фотографии связаны с еще одним важным и интересным эффектом. Наведем фотоаппарат на синее небо и поставим перед его объективом поляризационный фильтр. При вращении фильтра цвет неба сильно меняется и может стать густосиним. Это означает, что синий цвет неба поляризован, и фильтр отсек часть световых лучей. Небо днем синее, а не черное, потому что воздух рассеивает свет, идущий от Солнца. Причем сильнее всего рассеивается коротковолновое синее излучение. Это рассеяние первым описал британский физик Лорд Релей, поэтому оно называется Релеевским. Колебания рассеивающих частиц происходят в плоскости, перпендикулярной к направлению идущих от Солнца лучей. Поэтому рассеянные лучи поляризованы в этой же плоскости, что и можно обнаружить с помощью поляризационного светофильтра. В исландских сагах рассказывается, что викинги, плававшие в северных морях, могли с помощью специального солнечного камня определять направление на низкое Солнце, даже когда оно было закрыто облачной дымкой. Как они это делали, мы точно не знаем, но, возможно, эти рассказы привели к изобретению астрокомпаса с поляризационными фильтрами, с помощью которого пилоты в полярных широтах могли определять направление на Солнце в сумерки или когда оно закрыто облаками. Солнце